александр вот в чате в ютюбе спрашивает алексей алексеевич можно ваше мнение о продаже магнита втб мне вдвойне интересно я с большим уважением герой просто я объявляю что героем недели мы сделали сергей галицкого который собственно и продал на этой неделе 29 процентов своих акций успешной невероятно сети магнит втб это безусловно как сказать о государствении думаю что эта продажа была в самом широком смысле вынужденной принудили потому что галицкий говорил о том что у него разошлись точки зрения на развитие этой компании с инвесторами подождите какими инвесторами огромное число акций вращается на свободном рынке до держатели мелкие собственники кто второй инвестор у галицкого было там 35 32 что такое да треть у него была а второй инвестор кто по объему его старый товарищ богачев с какими инвесторами с втб я думаю что это было принуждение к сделке что перед ним был поставлен вопрос либо ты продаешь свою сеть которая достаточно успешно либо ты и отдаешь то есть либо ты что-то получаешь хотя бы за это но добровольно отказываешься либо отказываешься не предположу что это сказать это больше похоже на правду к чему это могло привести к чему мог привести отказ ну отказ мог привести к тому что сеть значит самый light вариант сеть могла быть поставлена в очень невыгодные условия по отношению к своим конкурентам а самый не light вариант у галицкого могли найти проблему с налогом присел бы не исключаю то есть такой кусок знаешь ли если ты продаешь там 29 процентов за 2 и 2 миллиарда долларов за 2 и 2 миллиарда долларов сколько же стоит весь магнит слушайте но я читал что галицкий при том что у него как мы понимаем да бизнес сейчас отобрали галицкий был вполне лояльный к власти человек и чуть ли не спонсором единой россии это вопрос по баблу знаешь что это называется как ты говоришь когда отнимали нтв мне там разъясняли некоторые питерские товарищи это называется забыл слова но смысл в том что бандиты смотрят как растет тот или иной бизнес по опыту рассказывали и когда этот бизнес становится жирным куском они его снимают они заходят с помощью там государственных органов или там ставят своих людей да и снимают вот сеть росла росла потом стало падать потом снова стала расти но понятно что она устойчиво понятно что магниты вообще ротелки они устойчивы они не прыгают да но сначала снимают вежливо предложил а это еще в 2018 год правовое государство российской федерации нет подождите но даже у березовского насколько я помню по лондонскому делу это об этом свидетельствовал в лондонском суде и абрамович и волошин тогда глава администрации президента ему сначала было предложено продать его пакет там 25 процентов орт продать орт там за какую-то сумму сейчас просто не вспомню а потом стали отбирать да меньше рынка это может быть по рынку нет дисконтом говорит дисконтом значит но тем более меньше рынка тем более вы же сами искали 29 процентов со 2 миллиарда ну что это за деньги я не знаю сколько это стоит я не акционер магнита может быть может быть да магнит после этой продажи начал падать и акции начали падать потому что уход галецкого держатели акции понимают что хрен знает кто придет я хоть знает что сделать я очень быстро задам вопрос на голосование с вашей точки зрения галецкий должен был еще пободаться за свой бизнес если да тогда 660 0664 если нет 660 0665